всем привет с вами русик сын нищий и всем нищикам и богачам привет сейчас я посмотрю плавную что я забыл о чем есть сегодня видео а напишите так стоп и а мой опыт в криптовалюте понимаете чем я вы можете также написать в комментариях вашей истории как вы познакомились криптовалютой может как-то рассказать о своих результатах поделиться даже если они отрицательны это было бы интересно может же написать почему они отрицательны а я сейчас расскажу о своем опыте в криптовалюте как я зарабатывал где посредством и поговорить как-то красиво все рассказать самое главное честно то есть рассказать ошибках о хороших моментах что я заработал за время в криптовалюте скажу так я в криптовалюте сегодня 24 год я криптовалюте 2020 года с мая я купил первую монету с марта 2020 я просто начал следить наблюдать таким образом что она рбк я тогда покупал акции мне было смазать надо делать другого брокерского счета ну то есть родственников и соответственно на рбк я смотрел курсы именно акций и там был курс биткойна и как бы тогда в марте 2020 года упали очень сильно акции я только поэтому их купил и тогда биток упал до 3 700 3 700 и мне тогда сказали может и купить биткойн я сказал ну это катурову типа я еле смог акции там ели смог купить акции я просто начал следить то есть я увидел как отрасли акции но после падения отыграли да начали отыгрывать падение свое и как начали падать как больше быстро восстановился биткойн то есть он с 3 700 очень быстро восстановился до тех значений с которых он упал я подумал это шоу рофл почему акции нихрена не восстановились а биткойн же вырос я подумал это интересно и начал изучать криптовалюты чтобы чтобы купить кроме акций то есть в акции за у меня была сумма x тогда криптовалюты решил получить 0 1 x это очень важно контролировать да какой-то свободный риск для вас там новички в криптовалюте то есть даже тогда когда я был школу ложником на я вложил 0 1 x от икса который был в акциях и сам главное я попал на такую байку то есть всегда проверяйте информацию на которую вы слушаете особенно там с критическим мышлением все такое то есть например очень у некоторых криптовалют нужно смотреть на них как будто без без каких-то приукрас понимаете там не идеализировать что-то вокруг некоторых криптовалют вообще какие-то секты то есть знаете там допустим просто пример xrp вот тогда я посмотрел что xrp это мировое правительство что скоро там xrp поработит банки что на xrp будут банки то есть знаете есть вот фундаментал монеты да а есть что-то сверху что люди уже начинают на придумывать а если вот так если вот так то есть соответственно первую монету я купил xrp на смотревших видосов что это масоны что вот это да типа нужно отделять до xrp прикольная монетка но там как бы не уходить в крайности ну все время так смотреть там не влюбляться в монеты может даже наблюдать когда люди там влюбляться в какие-то понимаете о чем я да то есть сюда потом я посмотрел а знаете я вот побыл вот в этой крипте знаете вот повод важно я пообщался в чате как там адекват с другими людьми и спросил пацаны я купил xrp как вы скажете это хорошая монета ну вот что вы думаете по этому поводу тогда я помню он стоил типа 12 центов что ли или до 12 центов где-то так 12 центов а потом прикиньте я еще пробно продавал по 20 центов типа через потопе такой а чё реально можно вывести обратно не вывелось такой ровку был так вот то есть я спросил людей и они мне сказали что да это и существует такая монетка но возможно эти слухи они преувеличены до привлечены я не сказали мне ты можешь допустим посмотреть еще купить эфириум не только в этом эфире тогда стоил где-то 140 долларов 150 сейчас стоит 3 500 и я тогда купил еще эфириума больше девяти эфириумов между прочим поймете чем и спокойно они лежали лежали на месте через да и я из чал какие-то разные другие темки схемки и мне друзья говорили что ну не стоит русик не стоит есть во фьючерсы фьючерсы кресле кратко этот торговля с плечом когда вы покупаете на 100 рублей допустим на спотовом рынке выросла на 10 процентов вы заработали 10 рублей да и но если продали а свечерсами вы можете кратно увеличивать свою прибыль допустим имея 100 рублей когда она вырастет на 10 процентов вы можете заработать 100 рублей также но если она упадет на 10 процентов вы можете вообще потерять внули ну все что есть да то есть это по сути увеличивает кратно процент заработка но вы также можете все потерять условно да то есть допустим плечо 4 выросло на 2 процента если вы ставили на повышение 4 на 2 вы ну плюс минус 8 процентов получаете за вычетом там комиссии на если вы поняли фьючерсы это просто более рисковая шняга чем когда вы на рынке покупаете обычным и я сделал некоторую ошибку как я считаю но очень хорошую важную ошибку которую я сейчас понял я не изучаю добычу ничего просто решил поторговать и фьючерсах притом довольно такие большей суммой на этот момент для меня когда я учусь вниз в кассе если сокращать до краткости то я потерял на фьючерсах например на 1300 рублей за день если я шортил фантом как только он зависит на баниц топ типа он стоил два цента 3 я не помню около того ну или 4 не суть вы сейчас знаете сколько это фантом стоит 60 центов а я его шортил пусть это не такой и это была такая довольно таки больше чем 1 3 от моего депозита скажу так то есть это было прямо на неприятно 300 к вообще мы прям но притом я даже когда торговал ну как бы я понимал что могу потерять я прям где мне не устраивался я не ныл там я такой подумал я так подумал не русик ты лох как бы не тебе нужно только исправить как-то вот это не быть лохом вот то есть тебе нужно сфокусироваться не на на том что ты не был лохом то есть понимаете чем я друзья я принял свою ошибку да я виноват но там не с чем там расстраиваться нужно просто подумать исправить этот моментик не сработать больше не всегда то есть не пренебрегайте советами тех кто умнее вас как вы считаете конечно анализируйте что они говорят но к минимуму выслушать это особенно нужно то есть глупых можно и не слушать на нам кто умнее вас можно выслушать оси или в чем там разбирается лучше вас тогда это главный баннессе и бенби стоил 15-20 долларов то есть тогда уже вырос битоком помню 20 120 баксов уже на тот момент был наверное сентябрь даже чуть раньше сентября двадцатого года то есть когда тогда все выросло а бенби стоил на месте стоял на месте это как бы некоторые это замечали что может пора как бы и бенби расти и мне друзья говорят что вот купи бенби там мой смотри часу солнечный отдых во первых он еще не вырос поэтому такие вот шляги мне причислили почему стоит купить я подумал это интересно сам все изучил то есть начал перепроверять действительно и так действительно посмотрел что бенби не вырос что благодаря бенби можно там зарабатывать на луч падах луч пулы ну короче вот таких шняг дофига посмотрел и я подумал опять же логички подумал у меня как бы я потерял на фичах дофига да и нужно могу ли я найти идею лучше чем бенби тогда я подумал могу ли найти идею лучше я подумал что нет у меня нет таких идей или они какие-то идеи есть но они хуже да я просто взял и на фулбанк купил бенби и участвовал в лучшем пулы хвощ подных заработал на этом деньги тратил их и какой-то момент бенби 100 стоит 200 долларов я уже туда офигел жизни потому что это было где-то из 8 до от моей покупки мы чуть меньше там плюс у меня была еще некоторая ошибка что я условно даже когда x2 был по бенби я просто фига офигевал джинни это кучу то есть у меня была некоторая ошибка что я верю бенби да но допустим я придавал его небольшой плюс то есть я много раз перри заходил до бенби то есть я так то есть у меня в сумме получится бенби наверно x3 x4 да когда он дал больше чем x10 то есть поэтому будьте аккуратны смысл новичок то лучше просто купить поставить это цели в голове когда вы продадите на них продать то есть ну не скакать туда-сюда вот как из моего опыта то есть я скакал туда-сюда на бенби и это немножко начало скажем так мне я бы заработал больше при том это был довольно таки немножко импульсивно ну тогда еще никто не знал что все так вырастет скажем так за ничко это было неплохо я скажу на и в определенный момент и я понял что у меня неплохая сумма находится на си туба ненс при том не сюда view экран можно разделять на две страны у меня на две стране играет моргенштерн песня его старая а на втором стране это банк то есть я смотрю но это типа паров лабы глид будто я смотрю какой-то максимально смешной видос моргена ну или не мог ну короче а другой страны у меня неплохая сумма на счету бани себя подумал но это как будто типа прикольно с вами фисташки буду есть кстати не забывайте подписываться на мой телеграм-канал там допустим я все темки свои выкладываю что я делаю там все быстрее да и просто чтоб не потеряться в этом сразу видосы будете видеть ну и на youtube конечно подписывайтесь лайки комментарии пишите опять же свою история мы продолжаем и и как только увидел что там неплохая сумма для меня я подумал что объективно я не самый умный на земле объективная я не супер-пупер разбираюсь в финансах то есть где-то я могу потерять и потому что я плюс-минус условно новичок да то есть я мешаю этот все на голове как бы просматривать и понимать что потерять можно всегда теряют самый лучший и надо из высокого риска приносить в низкий риск если криптовалюта самый высокий риск акции это средний то что низкий риск это недвижимость я посмотрел что я могу вывести и посмотрел какие сколько стоит самая дешевая квартира чтобы она была рядом с метро в спб это именно я посмотрел такая такое было в девяткино то есть там рядом метро то есть я не хотят там же я хотел просто сдавать чтобы либо даже если был полным лохом чтобы у меня были деньги которые бы приходили независимо от того лох я или нет понимаете чем я то есть и я посмотрел сколько это стоит посмотрел что мне сколько не хватает и сколько там мне добавили на и я купил недвижимость то есть я скажу честно достаточно неплохо и у меня остался какой-то депозит криптовалюте это где-то был 21 год 21 год дадит и так вот такая часть если вы хотите узнать вторую часть за я могу вам показать если вы хотите посмотреть ну реально чуть за квартира как по как я там ремонт делал мы заходим на мой канал да сейчас мы еще разойдем он прям так сказать и ёшкин пушкин бабы ёшкин на такс а вот тут есть на главный сколько стоит ремонт студии 22 квадратный метр под сдачу мощи там на более подробно вообще о недвижимости которые купил посмотрите и вообще вот у меня есть телеграм-канал также вот мой youtube-канал и у меня много битьев доступа ссылки к чтению буду выкладывать видео какие-то криктовалюта вообще о своем опыте а какие-то заработки вот например лучше заработок без вложений абсолютно 0 вложений там мой план выбраться из нищеты да то есть вы все сможете посмотреть я объективно понимаю что можно заработать больше и путей заработать больше миллиарды о чем я хочу показать в этом на своем youtube-канале какие-то которые легкие самые легкие то есть не выбирать типа пути миллиард заработать да есть сложный есть легкий есть наилегчайший то есть я хочу заработать помощью налегчайшего и показать это всем и что так может заработать любой поэтому если вы хотите услышать вторую часть что я делал после двадцать первого года в крипте напишите комментариях поставьте лайк если будет активность я сделаю нужно на самом деле это был наверное самое сложное моё видео я вообще офигеваю джинни то есть еще 7 киреешки ой писташки и самодельный сок пацаны только самодельный между прочим тут один литр апельсинового сока это где-то 3 килограмма апельсинов то есть подумайте реально ли в магазах вас не скамят ли нет нет такого что там ну не настоящий сок но она пока